МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Говорит и показывает город-герой". Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Екатерина Костейникова. Здравствуйте. Чашу нового бассейна в спортивно-оздоровительном комплексе имени 200-летия Севастополя обещают подлечить. Такое заявление сделал исполняющий обязанности вице-губернатора города. Павел Иена посетил строящийся объект, лично осмотрел новый бассейн и признал наличие подтеков чаши. Правда, по его словам, проступающая в подвале влага – явление обычное. В распоряжении подрядчика есть и технологии, и материалы, чтобы проблему устранить. Эти любительские кадры облетели севастопольские соцсети. По чаше строящегося бассейна спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя проступила влага. Комментаторы задались вопросом – строящееся сооружение дало течь? Вскоре появилось другое видео с опровержением. На нем демонстрируется заполненный водой бассейн и сухой потолок подвала. В описании к видео граждан призывают не поддаваться на провокации – чаша бассейна не лопнула и не протекает. По всей видимости, кадры с опровержением не развеяли все слухи, и на строящийся объект в середине недели приехал исполняющий обязанности вице-губернатора Павела Иена. Спустившись в подвал, чиновник показал журналистам, как обстоят дела с чашей бассейна. Правда, как водится, где-то посередине. Потолок на цокольном этаже все же мокрый, но это не масштабная протечка. Есть отпотевание – это возможно при производстве работ. Оно лечится метаном инъекцирования. То есть скрывается этот шов и специальным составом под давлением вовнутрь вводится специальный состав, который изнутри проникает бетон и его фактически закрывает. Общаясь с представителями СМИ, Павел Иена рассказал, что в прошлом году с чашей бассейна случилась беда. Она раскрылась и дала течь. Но сейчас все недочеты удалось устранить. На сегодняшний день у нас проблем с чашей нет. Уже на протяжении двух недель вода стоит в бассейне, вода не уходит. Есть небольшие точечные отпотевания по самой чаше бассейна в узких местах, где было ранее раскрытие. Мы согласовали технологию с стройконтролем и методом инъекцирования. Вот эти больные места лечим. Такое случается. В этом ничего страшного нет. Есть определенные смеси и есть определенная технология, которая позволяет вот такие точечные моменты лечить. Потому что чашу одновременно вылить без непрерывного технологического процесса с таким количеством объема бетона очень проблемно. Это раз. И второе все-таки у нас было раскрытие, которое оставило определенные последствия. В настоящее время общестроительная готовность объекта составляет 90%. По словам вице-губернатора, проблема с мокрым потолком и стенами под чашей бассейна будет устранена в течение месяца. А всему виной ошибки в проектной документации. Главная особенность нового бассейна – это вышка для прыжков в воду. Примечательно, что в проекте 2017 года изначально этого сооружения не было. Соответственно, здесь у нас самое глубокое место в бассейне – порядка 6 метров глубины. Но и год назад именно в этом месте произошло раскрытие чаши бассейна. Осматривая объект, Павел Йена показал журналистам практически полностью готовый малый бассейн. На главной же чаше в основном идут отделочные работы. Строители укладывают плитку. На сегодняшний день подрядчик приступил к отделочным работам. Заказано все технологическое оборудование и отделка самой чаши бассейна. Мы ожидаем, что в июле месяца у нас приедет все необходимое оборудование и отделочный материал. И в сентябре мы выйдем к сдаче объекта. Если все пойдет по плану и не случится очередной форс-мажор, в сентябре состоится официальная сдача объекта со стороны подрядчика, компании «Асгард», заказчику, правительству Севастополя. Затем в течение месяца комплекс передадут в оперативное ведение управлению по делам молодежи и спорта. Полноценно работать бассейн начнет в конце года. Этого события ждут и спортсмены, и рядовые жители Севастополя. Сам бассейн полноценный по всем стандартам и для прыжков в воду, проведения соревнований любого уровня, и, соответственно, для проведения соревнований по водному полу. Поэтому будем... Я уверен, что он загрузится на 100%, вот прям на 100%. И в этих 100% будем стараться удовлетворить всех, чтобы каждая категория, в том числе и жители города Севастополя для посещения этого бассейна имела возможность его использовать. Напомним, реконструкция спорткомплекса имени 200-летия Севастополя началась более трех лет назад. За это время удалось дать лишь стадион с легкоатлетическим ядром. А общая стоимость работ к сегодняшнему дню приблизилась к 2,5 миллиардам рублей. Николай Кузнецов, Дмитрий Фомин, Севинформбюро. Севастопольское предприятие «Тмолт» изготавливает пресс-формы для литья пластмасс и резины, востребованные по всей России. Производство работает уже не первые десяток лет, но лишь в 2020-м компания вышла за пределы регионального рынка. Благодаря участию в программе свободной экономической зоны предприятию удалось сэкономить немалые средства, которые были вложены в новое высокотехнологичное оборудование и продвижение своей продукции. Пресс-формы или так называемая оснастка – неотъемлемый элемент производства любых изделий из полимеров. Это и товары повседневного спроса, и элементы промышленного оборудования. На предприятии «Тмолт» реализуется полный цикл – конструирование, производство и испытание любых типов оснастки. Благодаря льготам участника свободной экономической зоны Севастополя, компания смогла инвестировать в производство более 40 миллионов рублей. Это высокоточные станки, позволяющие воплотить любые идеи заказчика. Здесь мы видим самостоятельное производство, которое таким образом было создано. Оборудование было закуплено в рамках свободной экономической зоны. Сегодня это как раз тот пример, когда эффективная реализация институционного проекта помогла не только закрыть внутренний рынок в регионе, а уже покрыть на самом деле и всю страну с потребностью в этих товарах и даже за рубежом. Пониженные страховые взносы и ставка налогообложения открыли возможности для переоснащения предприятия и увеличения заработной платы его работникам. В этом году «Тмолт» успешно представил свою продукцию на международной специализированной выставке пластмассы «Каучуков» в Москве. Предприятие вовремя выбрало для себя это направление и сейчас активно работает над импортозамещением продукции, которая еще недавно поставлялась только из зарубежных стран. И мы продолжаем компанию поддерживать, например, по линии фонда развития промышленности. Это и поддержка участия в выставках. И на самом деле эта мера, я думаю, будет получать все большую популярность, потому что очень важно не только свой продукт производить, но и иметь возможность продвинуть его. Мы изготавливаем оснастку для литья тех или иных деталей, которые ранее предприятия нашей России, нашей страны и СНГ закупали за рубежом. Это электротехнического назначения, в области медицины много заказов на импортозамещение, ну и автопром, конечно же. У нас есть контракты с Татарстаном, с Нижним Новгородом, с Москвой, с Белоруссией. Недавно здесь запустили собственную площадку для испытания оснастки. Раньше это делали на смежных предприятиях. В планах – серийное производство готовых изделий из пластмасс. Дальнейший шаг идет автоматизация данного литья и переход уже на серийное литье также определенных заказов. Мы планируем выйти на режим 24 на 7, литья, также изделий из пластмассы. Полина Галушка, Александр Устич, Севинформбюро. Встреча с жителями по вопросам дегазификации прошла в Верхнесадовом 11 июля. В настоящее время газораспределительная сеть в границах населенного пункта находится в стадии проектирования. Ее обещают построить в следующем году. Пока же в ходе подобных выездных совещаний местных жителей консультируют по проблемным вопросам, а также заранее собирают заявки на дегазификацию их домовладений. У многих людей не оформлены земельные участки, не оформлены домовладения. В связи с этим не всегда вовремя подаются документы и не вовремя производится газификация. Наша задача сейчас сделать так, чтобы жители в следующем, уже после того, как проект будет утвержден, они пришли с своими документами, подали и тут же получили свои услуги. Вот для чего мы это все проводим. По селу Верхнесадовое у нас две улицы. Это Семеренко и Виноградная, которые ранее не были включены в программу газификации, которой занимается единая дирекция, мы уже приступили к сбору заявок от заявителей от граждан и заключению договоров на дегазификацию в рамках нашей программы и жителей мы без газа не оставим участие. С апреля 2021 года по поручению президента России стоимость подведения газовых труб до границ земельного участка берет на себя государство. На территории домовладения работы производятся уже на коммерческой основе. Под эту программу попадают все граждане, все наши заявители, которые в собственности имеют земельный участок с видом разрешенного использования под индивидуальное жилое строительство, на котором располагается строение с назначением жилой дом. В случае, если вот эти два фактора совпадают и данный земельный участок расположен в газифицированном населенном пункте, заявитель вправе получить услугу бесплатную, которая включает в себя строительство газопровода ввода до границы земельного участка. Рассчитать примерную стоимость работ в границах участка можно онлайн на сайте единого оператора газификации. Бесплатно провести голубое топливо могут граждане льготных категорий. Это ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий и члены их семей, а также многодетные и малоимущие севастопольцы. В настоящее время рассматривается вопрос о распространении этой льготы на участников специальной военной операции. 14 многодетных матерей пообщались с сенатором Екатериной Алтабаевой и главой Гагаринского района Севастополя Алексеем Ярусовым. Встречу приурочили к недавнему празднику – Дню семьи, любви и верности. У каждой из этих женщин за плечами огромный материнский опыт, они воспитали детей, у кого-то есть внуки и даже правнуки. Для них такой прием – это возможность собраться вместе и поделиться воспоминаниями, ведь практически всю свою жизнь они отдали во имя счастья своих семей. И, конечно, очень хотелось, не потому что дата такая, не потому что государственная праздника, а потому что действительно назрела необходимость поговорить с людьми, у которых огромный жизненный опыт. Они воспитали как минимум пятерых детей, а многие и семерых, и десятерых. И, конечно, они богаты теперь внуками. И в основном живут все в Севастополе. И это вот есть тут потенциал нашего города, то будущее, которое нам необходимо. Предложение собрать многодетных мам на чаепитие прозвучало в ходе приема по вопросам социального обеспечения в местном отделении «Единой России». Мы услышали проблемы, которые, конечно, были озвучены, мы их сегодня записали. Вопросы, конечно, в большей степени касаются медицины. Будем стараться им помогать. И в обязательном порядке с этими семьями, как и с другими семьями многодетными Гагаринского района, мы будем уделять как можно больше внимания. Сегодня, да, заготовлены небольшие подарочки от Екатерины Борисовны, от меня. Мы обязательно их подарим. Это небольшие комплекты полотенец. Я думаю, в Бутоне обязательно им помогут. По окончанию встречи сенатора Екатерина Алтабаева и глава Гагаринского муниципалитета Алексей Ярусов пришли к мнению, что подобные собрания стоит проводить чаще и приглашают на них молодые семьи, чтобы опытные родители смогли дать им бесценные советы по воспитанию детей. В Севастополе почтили память прославленного русского флотоводца адмирала Павла Степановича Нахимова. 12 июля, в день его смерти на Малаховом Кургане, прошел митинг-реквием. В нем приняли участие несколько десятков горожан, а также воспитанники президентского кадетского училища и кадетского корпуса Следственного комитета России. Сотрудники Музея героической обороны и освобождения Севастополя рассказали будущим защитникам Отечества, каким человеком был Павел Степанович, и о том, как адмирал вместе с солдатами и матросами давал отпор врагу в ходе первой обороны. 10 июля, во время одного из таких осмотров, здесь, рядом, как раз на месте, где сейчас находится мемориальная табличка, он был смертельно ранен. Раненого Нахимова доставили в госпиталь на северной стороне. В частности, он еще несколько раз приходил в себя, так, как врачи даже надеялись о том, что его состояние улучшится. Однако 12 июля в 11 часов 7 минут Павла Степановича Нахимова не ссал. Смерть Павла Степановича стала трагедией не только для севастопольской обороны, но и для всей России. Ровно неделю назад, 5 июля, в нашем городе отмечали 221-ю годовщину со дня рождения Павла Степановича Нахимова. Во Владимирском соборе, где покоятся останки адмирала, «Провери панихиду». В день его смерти, 12 июля, севастопольцы выложили цветы к памятному знаку на месте смертельного ранения легендарного защитника нашего города. В состав Черноморского флота вошел малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800. Торжественная церемония состоялась в Керчи на судостроительном заводе «Залив» имени Бутомы в среду, 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России. Прием корабля прошел под руководством главнокомандующего военно-морским флотом адмирала Николая Евменова, который высоко оценил работу керченских кораблестроителей и вручил наиболее отличившимся медали адмирал флота Советского Союза «Горшков». Также главком передал Андрейский вклад к командиру корабля. С сердцами и золотыми руками заводчан вот получил этот корабль. Огромное вам за это спасибо. Вот сейчас обстановка очень непростая. Вот нам ставят ультиматумы, пытаются принудить продолжение этой черноморской сделки. Поэтому для того, чтобы обеспечивать интересы государства на Черном море, нужна группировка ракетных кораблей. Кроме того, он отметил, что другой малый ракетный корабль «Аскольд», построенный также на судостроительном заводе в Керче, что и «Циклон» нужно сдать не в сентябре, как планировалось, а в августе. На торжественном собрании также присутствовали глава Республики Крым Сергей Аксенов и руководство самого завода. В России два союзника армия и флот. Сегодня флот пополнился очередной боевой единицей, который, уверен, достойно выполнит поставленные задачи. Достойный экипаж, достойная техника. Поэтому все будет по-нашему. Никакие барьеры, никакие блокады ничего не помогут сделать против нас, сто процентов. Нас ждет успех. Без вариантов. Мы победим. Поэтому спасибо вам, друзья. Спасибо за большой вклад в общее дело. Спасибо. Я хочу сказать, что этот корабль за четверть века построен по полному циклу. То есть зашел лист металла, частичное оборудование, потом основное оборудование. И уже мы с вами видим уже баноценную боевую единицу. Малый ракетный корабль проекта 22800. Спасибо и проектанту. Спасибо всему коллективу завода. Все мы трудились. Все видим результат. Нужно продолжать его и приумножать. Я поздравляю вас всех с этим знаменательным событием. Малый ракетный корабль «Циклон» был спущен на воду 24 июля 2020 года. Экипаж успешно провел морские испытания. В Севастополе впервые зашел в декабре 2021-го. Военное судно предназначено для охраны и защиты экономической зоны страны, а также для ведения боевых действий непосредственности близости от береговой линии. Кроме того, корабль оснащен современным ракетным комплексом, что позволяет ему справляться с серьезными боевыми задачами. Наносить удары высокоточными крылатыми ракетами на расстояние до 2500 км по наземным и до 300 км по морским целям. Скорость хода около 30 узлов. Дальность плавания – 2500 миль. Большие десантные корабли «Калининград» и «Алиногорский горняк» 11 июля приступили к перевозке автотранспорта через Керченский пролив. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Экипажи военных кораблей совместно с пассажирскими судами работают на маршруте «Порт Кавказ» – «Порт Крым» круглосуточно. Каждый БДК способен принять на борт до 40 автомобилей. Сейчас мы привезли 14 автомобилей типа «Грузовая Газель» и подобные автомобили. В маршрут один и тот же. Можем брать и легковые автомобили, можем брать и грузовые автомобили. В случае необходимости мы можем сделать 5-6 рейсов в сутки. Десантные корабли ВМФ России задействованы для разгрузки Крымского моста в пик курортного сезона. Пробки в направлении полуострова наблюдаются уже третью неделю. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками «Севинформбюро». Телефон редакции 59-0060, а также мобильный – плюс 7-978-900-3131. Уточнить информацию или оставить свою вы, как всегда, можете на нашем сайте ntsdefis.tv.com. Ждите новостей и до встречи. Пусть жара не портит настроение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова